Как часто в вашей жизни вам помогало чувство юмора? Когда большинство из нас уже идет с ярмарки, я имею в виду ярмарку жизни, ценность чувства юмора приобретает особое значение и становится подороже золота, потому что с помощью юмора можно обезвредить готовую взорваться бомбу напряжения, обезоружить агрессивного человека и перейти с черной полосы жизни на белую. И кто знает, снова вернуться на ярмарку с ее радостями, красками. Сегодня поговорим о чувстве юмора и о пользе самоиронии. Пошлость – это не мат. Пошлость, у пошлости есть одно любимое мое значение – упрощение до идейти. Но самоирония, без нее практически я не живу, я не могу. И мои все близкие друзья, они наделены этим свойством. Меня это… Я по нему отборит. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кто или что? Кто здесь? Кто или что формировало твое чувство юмора? Суровая среда, суровая семейная среда, дворовая, да. Я росла в семье, где между папой и бабушкой, маминой мамой, всегда шла такая позиционная война, которая иногда переходила в военные действия. Это была война между бабушкиной культурой и папиной. Чтобы всем было понятно, скажу сразу, бабушка читала Диккенса, Шеридана, Германа, Катаева. Папа увлекался Гашиком, журналом «Наука и жизнь», «Техника молодежи» и всякими фантастиками. И когда бабушка увидела у меня 11-летнюю книгу «Солдата Швейка» в руках… А, еще отец очень любил Соловьева, Хаджана Средин. Мы с ним, когда я была маленькая, мы читали и хохотали просто вот в слезы вдвоем. И бабушка, когда увидела у меня, 11-летнего ребенка, значит, большую книгу с иллюстрациями Лайды, она сказала, «Рифат, вы в курсе, что она читает?» Рифат сказал, «Да, мама, в курсе, она украла у меня книгу любимую». «А вам, посоветую», сказал, «Тихо, папа, шли бы вы, мама, к Шеридану». В общем-то, вот в таких условиях мне было смешно. Но я понимаю сейчас, насколько сложными были эти отношения внутрисемейные. Но в детстве вот они меня ковали. А второй был котел, в котором меня выплавляли и плавили. Это мой двор волшебный ростовский, где часть жителей была, это академическая среда, офицерская часть, старухи, у которой осколки советской власти. Это были вдовы советских командиров. Бабки такие, безумные совершенно. И у нас была, например, такая дворник, женщина, ее звали Нюся. И мой отец, он все время пытался помочь ее детям, значит, талоны выписать там где-то. Вот. И никак мы не могли добиться, сколько у нее конкретно детей. Он говорит, Нюся, сколько их у тебя? Она говорит, ой, Саныч, я не помню. Одиннадцать. Папа, все, сосредоточься, соберись, сколько, посчитай, наконец. И вот в таких вот нечеловеческих условиях, я в таких горнилах, я плавилась, росла, ковалась. А вот в каких ситуациях тебе помогало это чувство юмора? Всегда. Вот именно выручало? Всегда. Нет ни одной ситуации, когда бы чувство юмора не было задействовано. Валерия Рифатовна Байкеева. Возраст – 65 лет. Базовое образование – педагогическое. Профессиональная деятельность – играющий тренер, пишущий сценарий, наставник в своей мастерской. Семья. Мама, друг, кошка Марго и друзья. Достижения. Автор сценариев к 11 фильмам и сериалам. По версии Кинопоиска «Лучшие из них» – «Наружное наблюдение», Маргарита Назарова, Жуков. Пять выпусков в мастерской Валерии Байкеевой. Курс психологии и драматургии для сценаристов. Интересы. Кино, жизнь. Кредо жизни. Надышаться можно только ветром. Ты долгое время живешь в Москве. О, да. Да. И вот интересно, есть такое понятие, как там одесский юмор. Над чем шутят в Москве, над чем шутят в Ростове. Вот ты различаешь нюансы чисто ростовского юмора. Лида, понимаешь, в Москве уже Москвы очень мало. Вот той Москвы, которая как бы вот изначально, да, москвичей мало. Москали есть прослойка. Это вот такие вот во втором поколении, которые самые ядовитые, самые яростные. А все остальные мы понаехавшие. Поэтому это такой котел, где с юмором все в порядке. Ты можешь встретить еврейский юмор, грузинский, армянский, ростовский, одесский. Да все что хуже. В общем, как в том дворе, в котором ты росла. Да, абсолютно верно. Я, например, отчетливо понимаю, что вот одесский юмор, на нем очень много строят фуфла. Вот люди пытаются подражать, а все, что подражается, вот когда бездумно подражаешь, оно всегда очень пошло выглядит. Хочу сказать отдельное слово «пошлый». Пошлый – это не мат. Вот это не, вот правильно, птичка каркала. Это вообще не мат вообще. Потому что мат – это часть русского языка и отчасти часть культуры, которую очень хорошо понимал Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Олешковский, Есенин, Высоцкий, Бродский, Баталов. То есть это люди, которые прекрасно разбирались в этом во всем. Я считаю, что мат – это часть культуры, когда на каждое матерное выражение у тебя есть 20-30 синонимов. Когда ты не говоришь матом, потому что другого языка ты не знаешь. А когда мат употребляется, вот как очень часто говорят, обстанная лексика употребляется вместо прямой агрессии, вместо удара. Это очень важный момент. Так вот, пошлость – это не мат. Нет, пошлость, у пошлости есть одно любимое мое значение – упрощение до идиотии. Вот когда человек бесконечно говорит все какую-то одну и ту же фразу, она сначала кажется очень смешной. Например, там, шутка юмора, говорит кто-нибудь. Ну, все поржали, дурацкая. И вот эта шутка юмора, она потом гонится постоянно через всю беседу. И ты уже сидишь, что… Вот это я считаю пошлостью. Пошлость – это простота, которая хуже воровства. Это когда не смешно от того, что это заезжено и вульгарно. Как ты относишься к самоиронии? И вот как самоирония характеризует человека? Понимаешь, самоирония и умение абстрактно мыслить – это две чаши весов, на которых взвешен интеллект. Потому что самоирония – это первый признак наличия интеллекта, когда ты можешь посмеяться над собой. Кто может первым посмеяться над собой, тот выигрывает всегда. А абстрактное мышление – это когда ты видишь целое, и ты не заморачиваешься на частностях. Вот, собственно, такая вот история. У меня мама, ей 90 лет. Она филолог, она фрапесар, она такая вся из себя пупочка, она перфекционист. Это просто смех вообще с мамой и с моей. Я помню, когда я у нее сижу, читаю книгу, звонит в телефон, я выхожу, возвращаюсь, книги нет. Я говорю, мама, где книга? Я здесь ее оставлю. Она говорит, я поставила на место. Вот у нас вот так. И вот моя мама. Не так давно я, значит, к ней захожу, а когда я приезжаю в Ростов, я живу в своей квартире, у нас квартира рядом. Моя и ее. Я захожу к ней, значит, и вижу, она с увлечением смотрит кинзадзо. Ржет, как конь. И, значит, там перерыв какой-то был. Я ей, что, нравится? Смотришь, смотришь, говорю, как тебе? Она говорит, ты не представляешь. Всякий раз, когда я идет кинзадзо, я не могу пройти. Я сажусь, и я хохочу, как в первый раз. Ну, ты сама себя чувствуешь как, высмеивая себя? Мне это помогает. Я тогда понимаю, что ты, Лерочка, заигралась, ты там излишне пошла куда-то, вот не туда. У меня была история в детстве, и очень любит мой друг, значит, когда мне было 5 лет, это наш двор, 6. У нас во дворе мы все играли в человека-амфибию. И появилась бочка жестяная, нам ее не хватало, потому что амфибию держали, значит, полицейские в этой бочке. И вот мы поняли, что все, бочка есть, пора играть. А я, у меня рост был, кошка в прыжке, значит, я была лысая, меня побрили, нали там, отраслая. Я была такой, дрыщ и уши. И, значит, я понимала, что мне не, я не буду ни гутиеры, я не буду никакой прекрасной там дамой. То есть мне не светит, мне очень хотелось там. Ихтиандр? Ихтиандра выбрали. Какой из меня Ихтиандр, опомнись. Ихтиандра там был огромный кастинг, там Миша Брумер, у него попа здоровая, бочку не влезет, орали все там. Очень красивый мальчик Валя, он был мальчик аварии, он сломал руку. И понятное дело, что с гипсом, какой из тебя Ихтиандр? Ну, его выбирали, значит, потом адски было тяжело выбирать гутиеры. Хотели все быть красавицей. А там роль вот такая маленькая, они дуры не понимали, что там надо только орать, кричать, «Ой, Ихтиандр, вернись!» и все. Или там «О, прощай!» и больше там никакой драмы. Самая драматическая роль, ее я понимала своим умом шестилетней хитрой девочке, значит, азиатке, у которой папа. Азиат, значит, папа мне передал эту особенность. Я понимала, что Дона, Педру и Зуриту никто не захочет играть, потому что он мерзавец и негодяй. Я у брата притырила галстук, значит, его должны были выбросить, потому что тот отгрыз все концы. Я научилась завязывать бандану над ухом такую, значит, красную. И вот уже, собственно, надо играть, а Педры нет, Дона нет. Я прогуливаюсь так вокруг, значит, пожевываю кочерыжку. Вот это тоже наша ростовская, это качан кукурузы жевать и сплевывать. Это наша ростовская штука, потому что в ней там сам сок такой. Я, значит, пожевываю, схожу и понимаю, сейчас они войдут, сейчас начнется ступор. Я подхожу, а у меня такой комбинезон был весь в траве, в зеленое, такой боевой. Я говорю, ну что, я могу быть Педрой. Достаю так эту косынку, залзелся. Они поняли, все, можно играть. Вот, значит, эту историю о Володе, другу, значит, рассказываю. Он говорит, мать, так ты вообще можешь в любой ситуации сказать, ты что на меня тянешь? Ты кто? Я Дон с шести лет. То есть я Дон с шести лет, целую перстень. И мне как раз мои ученики дарят перстень. То есть все сложилось, все. Понятно. Да, все зарупировалось. Но сама ирония, без нее практически я не живу, я не могу. И мои все близкие друзья, они наделены этим свойством. Меня это, я по нему отбор. Что хочу посоветовать всем нам. Мы часто пьем скоропомощные таблетки. Например, от головной боли мы привыкли пить пенталгин или аналгин. Для бессонницы, для того, чтобы победить бессонницу или нервы, мы пьем персен. Я очень нам рекомендую от излишних понтов, от излишнего чувства собственной важности, от излишнего пафоса, давайте принимать самоиронию. Это самое лучшее средство, чтобы остаться в деле, в теле и в уме. Существует особый дар – умение посмотреть на себя как бы со стороны и посмеяться над собой. От всей души посмеяться над своими недостатками и также легко, смеясь, с ними расстаться. Потому что нет ничего нелепия и смешнее человека, преисполненного собственной значимости и важности. Спешите относиться к себе с иронией. Иначе со временем с иронией к вам начнут относиться другие. Мне очень нравится эта фраза, которая принадлежит известному журналисту и фотографу Юрию Росту. Встретимся через неделю.